Чеченцы И сейчас мы живем в России, где отдельные категории очень хорошо, если они думают, что миллиарды это очень хорошо, они глубоко обижаются, они на тот свет не заберут их. Есть, которые живут очень плохо, это ветераны наши, пенсионеры и так далее. Есть люди, которые лучше живут, чем мы жили до этого, но это лучше им ни в коей мере, почему-то морально, душевно не лучше, потому что видят, как плохо живут люди, как безравнодушны мы стали ко всему и вся, как мы бесчеловечно обращаемся с тем, который попадает в беду. Как мы уже привыкли к смертям, лежит человек, умирает, перешагиваем через него, уходим, понимаете, и от этого лучше не становится. И вся эта негативная ситуация, она отражается на многих людей, которые попали в нового государства, мы были бы независимы, нам было бы хорошо. Вот если бы мы были там, там было бы хорошо. А у меня одна точка зрения, она была, она остается. Мы связаны с Россией миллионами и зримых, и незримых отношений. Мы общаемся, один стал язык общения. Вот я говорю, мы уже, ну многие из нас, наверное, 40-50-60% уже мыслим и говорим по-русски. Мыслим мы. Мы рассуждаем как русские, потому что мы живем в России. Беда велика в том, что ни один русский не занимается тем, чтобы стать бы на полпроцента чеченцам, татаринам, башкирам, киргизам и так далее. Вот на полпроцента. Мы знаем о России все, о русских все, потому что мы живем среди них. Но мы живем среди русских, и русские никогда интересуются ни традициями нашими, ни обычаями, ни проблемами, ни бедами нашими. Это неравенство, когда мы общаемся, у нас неравенство. Оно сейчас, это грань, особенно когда Россия стала. В те времена концерты, там, интернациональные, радио, играли различные, там, мелодии различных народов. Мы как-то были местимы. А сейчас вот все по национальным кругам растолкали, распихали и все, и всегда нет. Но моя точка зрения, что любой народ, который в Российской Федерации живет, это историческая родина их, они должны совместно с Россией, государством образующим нацией, построить такое государство, где твоим детям будет комфортно. Нужно вот это величие России создавать, чтобы твоим детям было хорошо, чтобы в этом государстве жить. Мы должны делать это государство демократичным, интернациональным, это мы должны. А мы выясняем отношения. Мы выясняем отношения, нам больше делать нечего. Мы, ну то, что происходит, честно говоря, очень глубоко, и раздражает, и возмущает, и тревожит. Тревожит, что с кинхедры у нас, их немалое количество. Это в основном обманутые ребята, ребята из неблагополучной семьи. Их кто-то же учит, их кто-то же финансирует, кто-то собирает. Это не сами, это и стихийные. За ними стоят взрослые дяденьки и тетеньки, которые имеют деньги, которые имеют власть. И которые в нужный момент их используют. Когда море крови пролюп, оно скажет, что там идет это, а вы только куда деньги исчезают. Мы же все прекрасно понимаем. Меня тревожит то, что начинается уже, ну, как бы, мы защищать себя. Там будут, создают там белые или красные стрелы какие-то, там начинают, там, и объединять свои представители мусульманской части, или азиатской, там, кавказской, называть как хотите. Но, пускай мне, я всю свою сознательную жизнь проработал в органах внутреннего дела. И когда мне говорят, что мы, говорят, устанавливаем их, я бы разгонял бы таких, они не имеют права работать, права охранить системы. Они люди все известны. Каждое преступление, которое совершали, должно было быть раскрыто. Это значит, кому-то нужно, что вот так вот все происходит. И тогда мы не сможем создать ту Россию, которая нужна была нашим детям. Наши дети будут туда смотреть, на запад, на восток, на юг, где не ущемляются их права по национальным, по религиозным признакам, где они будут востребованы. Мы должны все-таки делать все для того, чтобы для каждого жителя Российской Федерации, независимо от их национальности, вероисповедания, разреза глаз, цвета кожи и так далее, все чувствовать себя комфортно. По принципу, живи по закону, не лезь в чужой монастырь своим устам, соблюдая правила общежития, реализуй свои возможности и живи, как ты себя готовишь к жизни. Не будет этого. Мы не имеем будущего великого государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова